Приветствую! Это шоу Красного Цинника. Мы ищем чушь и ахению там, где они есть, и там, где по общему мнению их быть не может. А ещё мы за справедливость! Законопослушный гражданин 2009 года понравился многим, что, в общем-то, нисколько неудивительно. Играя на близких каждому чувствах любви, гнева и справедливости, он рассказывает историю безутешного отца и мужа, который, потеряв родных от рук мразотных уродов, мстит потом всей правоохранительной системе и, по сути, целому государству за то, что преступники не понесли заслуженного наказания. Звучит красиво, да. Но является ли фильм на самом деле таковым, каким хочет показаться? Давайте попробуем выяснить. Начинается всё очень быстро. Вот инженер-изобретатель Клайд Шелтон мило беседует со своей дочуркой, а вот он уже получает битый в лоб, открыв дверь, в которую кто-то постучал. Причём уже одно это нападение кажется странным. Во-первых, весьма сомнительно, чтобы всего два рыла вот так просто, совсем не в ночное время вламывались в неизвестный дом, где прямо сейчас может приятно проводить досуг отряд морских котиков. А ведь тут всё, за исключением мусорных мешков на копытах, просто вопит о спонтанности налёта. Так зачем тогда были эти прелюдии, в виде стучания в дверь? Просто бы вломились, и всё благодаря особенностям сценария у них бы получилось. Так или иначе, пока один ошлёпок судорожно пихает в мешок, что под руку попадается, второй вальяжно закалывает Клайда, его жену, а затем принимается насиловать уже остывающее тело. Тут-то и появляется непуганная дочурка Шелтона, и тупо ждёт, пока к ней всё так же вальяжно не подойдёт её пасхудно ухмыляющаяся смерть. Обратите внимание, что первый у Тарак в шоке от происходящего, но никак остановить подельника не пытается. Итак, Клайд отрубается, а нам показывают новый день и второго главного героя, Ника Райса. Главное понравиться присяжным, это же твои слова. Он прокурор, а значит по замыслу автора кинца просто обязан быть подонком. То есть думать не о правосудии, а лишь о карьере, и просто не браться за дела, которые может проиграть. Ты выиграл 95% дел. Забудем о том, что выигрыш в юриспруденции это весьма расплывчатое понятие. Просто сделаем так, чтобы даже самый тупой зритель понял Ник самовлюблённая скотина. И разумеется, именно она и будет представлять интересы Клайда Шелтона. Ну, чтобы попольнее прошибала. Убитый горем отец ищет справедливости. И Ник готов её дать, сходу бахая, что с самым разотным уродом, который как раз насиловал, резал и убивал, заключена сделка. Мол, он даёт показания против подельника, того ждёт смертная казнь, а сам признаётся в убийстве третьей степени. Клайд в шоке. И, конечно же, категорически против. На что Ник ему втирает, что если сделки не будет, то суд они проиграют. И тогда оба у тырка выйдут на свободу. Шелтон вопрошает, но как же улики? А оказывается, те исключены из материала в дело. Полицейские накосячили. Если бы вы не разводили бардар на местах преступлений, я сажал бы их надольше. Шелтон восклицает. Ну а как же он? Он же всё видел. Но Ник парирует, что Клайда нашли отрубившимся. Поэтому... Ваши показания ненадёжны. В суде защита просто порвёт вас. И вот так, накрутив зрителя, режиссёр завершает сцену. ФАТАЛИТИ! Дело не в том, что вы знаете Клайда, а в том, что можно доказать в суде. Законы, мол, несовершенные. А значит, нужно довольствоваться тем, что имеешь. Ну а затем суд. Адвокат подсудимого, само собой, ведёт себя как натуральная свинья. Без совести, без сердца и без души в придачу. А сегодня вас ничем не осенило? Такое со мной бывает нечасто. Блевотный подонок не отстаёт. И даже интересуется уника его семейной жизнью с понятным намёком. Ты придурок, ба, закрой! Но будущего джанга таким, конечно, не проймёшь. Как бы то ни было, зрителю чётко дают понять, что Ник всё прекрасно осознаёт, но всё равно идёт на сделку с самой отвратительной тварью этого кинца. Я хочу поблагодарить тебя за поддержку. Короче, за пять минут автор умело вбил в мозг аудитории все свои подростковые комплексы. Мол, государство – говно, прокуроры – говно, законы – говно, адвокаты – вообще ища де ада. И, разумеется, всё это основано на подтасовках, спекуляциях и откровенной лжи. В силу особенностей государственного устройства США законы в нём делятся на общие, которых не так уж и много, и местные. Уголовное право регулируется как раз такими, и в каждом штате они могут существенно различаться. Так называемые сделки со следствием, в которых обвиняемый договаривается с обвинителем и защитником о признании своей вины за счёт послабления наказания, остановки дальнейшего расследования по делу или отказа от вменения более тяжкого преступления действительно имеют место быть. И в силу прецедентной природы права в США они тоже подчиняются своим жёстким правилам. Какое отношение всё это имеет к фильму? Да самое прямое! Во-первых, именно прокурор решает, с кем из обвиняемых в соучастии он будет соглашение заключать. Причём на него возложена прямая обязанность скрупулёзно оценивать обстоятельства дела и нейтрализовать наиболее виновных и опасных для общества личностей, тем самым минимизировав вред от подобной сделки. Та же, в свою очередь, может быть заключена лишь в случае необходимости и с наиболее выгодными для социума условиями. Само собой, над прокурором стоит куча надзорных органов, которые его решения проверяют. Так вот, какого чёрта Ник после знакомства с материалами дела, бесед с Клайдом и общения с подсудимыми решил заключить сделку с самой паскудной тварью из них понять в принципе невозможно. Судя по последним словам того, что просто грабил, ему не любить и не опасаться подельника было не за что. А вы убьёте невиновного. А потому и иной причины для всего этого, кроме желания автора высраться на работников правоохранительных органов, я не вижу. Во-вторых, события происходят в штате Пенсильвания. Открываем их кодекс законов и... видим, что за убийство третьей степени дают до сорока лет. Повторяю по слогам. СО-РО-КА! Причём А. Убийство ребёнка до 12 лет. Б. Сопряжённое с совершением другого преступления. И В. Совершённое лицом ранее привлекавшимся к ответственности за насильственные деяния являются отягчающими обстоятельствами. И это не частные пункты одной статьи, а оценивается отдельно. Про изнасилование оставающего трупа там ничего не сказано, но наверняка тоже должно быть принято во внимание. Так какие тут нахрен могут быть пять лет? Учитывая же, что правозащитные организации жалуются на правилы в пенсильванском законодательстве, касающиеся как раз убийства третьей степени, ни одна сделка подобной халявы не даст. И, иными словами, автор намеренно сгустил краски, чтобы показать, в какой ублюдочной стране он живёт. Ну и снова высрался на законников. В-третьих, доказательная база. Ладно, в то, что со сбором улик накасечили так, что их вычеркнули по процессуальным основаниям, ещё можно поверить. Меня и самого раздражает принцип, что если даже, например, на видеозаписи прямо видно, как совершается преступление, но запись эта сделана незаконно, она подлежит исключению из материала в дело. Но вот утверждение, что Клайду никто не поверит, просто вызывает смех. Ну, отрубился он, и что, если очнувшись, даёт подробные показания? Как лежало тело, куда наносили удары, какие части одежды были повреждены и так далее. Если слова Клайда полностью совпадают со словами второго утырка, только кончалыжный идиот не поверит в неоспоримость таких показаний. Ну, а только не в фильме, где прокуроры тупее, чем дебилы. Дело не в том, что вы знаете, Клайд, а в том, что можно доказать в суде. Ой, какие уродские, гадкие, лицемерные слова. Или всё-таки нет. Режиссёр Решка вообще слышал о таком понятии, как презумпция невиновности, что лучше упустить двух виновных, чем казнить одного невиновного. Что ни полиция, ни прокурор, ни адвокат, ни судьи, ни даже президент у ужаса не присутствуют при совершении преступления. Это зритель, благодаря режиссёру, видел, что случилось с семьёй Клайда. Но все остальные, кошмар какой, вынуждены довольствоваться материалами следствия. При этом адвокаты, которых постоянно изображают отродьями сутоны, отмазывают козлов и уродов не потому, что отдали душу за деньги, а защищают обвиняемых и подсудимых, поскольку государством на них возложена такая обязанность. Расшибиться, но найти любую зацепку в пользу подзащитного. Потому что он, вы не поверите, действительно может оказаться невиновным. Приговор выносит суд. Ну а в процессе, которая называется состязательным, обвинитель и защитник обмениваются своими доводами, в результате чего рождается истина. Да, далеко не всегда. Но ничего лучше человечество пока не придумало. Но создатель этого кинца, естественно, считает всех кроме себя говном. И, видимо, вместо презумпции невиновности, предпочитает презумпцию виновности. Но помните эту парашу? Режиссер именно за такое. Потому что... Справедливость. В фильме тем временем автор слегка очеловечивает Ника. Семья немного угрызений совести. Мол, он не всегда был скотиной. Эта система сделала его таким. Система, которую ты пытаешься изменить, изменила тебя. Так проходит 10 лет. Райс поднялся, разбогател и, разумеется, еще больше очерствел. Казнь для него теперь рутина. Человек словно засыпает. Это тебя не тревожит? Нет, и давно. Но автор на этом не останавливается и снова плюет в систему, из-за которой симпотная помощница Райса не может устроить свою личную жизнь. Да, но мне приходилось отказывать ему столько дел. Итак, они заваливаются на казнь того, что только грабил. Где их уже ждет адвокат, которого тоже, эээ, очеловечивают. Он чувствует себя таким одиноким. Ну, после самого смертельного оскорбления по меркам американских женщин. Твоим ножком очень идут эти туфельки. Зэка же ждет аппарат для введения смертельной инъекции. Он работал, не причиняя боли. Наверное, именно поэтому на него установлены три огроменные колбы с двумя литрами жидкости в каждой. Учитывая, что во взрослом человеке в среднем булькает до пяти литров крови, от вдавливания всей этой бурды он должен лопнуть, сдохнув в мучениях. А вот как, если что, выглядят настоящие такие аппараты. В общем, у тырковкалывают жидкость и он дохнет в мучениях. Но не потому, что вены лопнули, а потому, что колбы подменили. Впрочем, до этого, конечно, нужно еще раз пендальнуть зрителя, что в его стране законы свинские. А вы убьете невиновного. Пораскинув мозгами, Ник с копами сразу находит подозреваемого. От судьбы не уйдешь. И в суде он сказал мне то же самое. Автор же снова акцентирует внимание аудитории на скотскости Райса. Он, собака такая, за десять лет фамилию главного ублюдка забыл. Тот же, оказывается, вместо пяти вообще три года отсидел. Видимо, мы должны поверить, что вот это у***е могло выйти по УДО. Отказать оставить свои комментарии. Зритель, само собой, словами копов офигевает от подобной несправедливости. Смягчающим обстоятельством для него была бы невиновность. Ну и пока они едут на задержание, самый маразотный урод угорает над тем, как подох его подельник. Но недолго, поскольку ему на мобильник звонит какой-то неизвестный. Обратите внимание на подбор мелодии. Ни раз и ни два в этом фильме автор дает понять, что тяжелый металл любит слушать только скоты. Неизвестный сходу заявляет, вали! На столе копс, на полу девка. Мол, третий залет, пожизненное. И самое страшное здесь, видимо, шлюха с синяком на жопе. Урод бежит, стреляет в копов, словом, делает все, чтобы быть убитым на задержание. Но нет, неизвестно, его спасает. И... Разумеется, неизвестно, это перекрашенный батлер. И разумеется, его не узнал бы только косоглазый инвалид по зрению. Итак, это западня. Причем, от настоящего пророка. Нет, понятно, в пекле ловушка. Однако, ничто не мешало утырку ни вдарить посильнее, пробив башку герою, ни пырнуть его ножом, который, как мы знаем, тварюга очень любит. Но у Клайда, благодаря распрекрасному сценарию, все, конечно, проходит на ура. Он учиняет жестокую расправу, разделывая мразотного орода живьем по частям, да еще и перед зеркалом. Адреналин, чтобы ты не вырубился. И надо сказать, что дойдя до этой сцены в первый раз, мне показалось, что я смотрю самый охрененный фильм всех времен. Благородный герой, которому не смогло помочь государство, берет правосудие в свои руки и воздает виновнику по заслугам, причем с большой буквы, свершив истинную справедливость, что Райс вне протокола потом Клайду и говорит. А то, что вы сделали, браво. Но затем, к сожалению, начинается полная жесть. Шелтона берут за жопу, но он таки успевает отправить дочурке Ника страшную запись. Тут-то мы и узнаем, что наш герой гениальный изобретатель-миллионер, а свою расправу он провел так умело, что не оставил ни малейших улик, даже на киношке в маске зажигал. Нам нужно его признание. Во время допроса Шелтон прямо заявляет. Да, он хотел, чтобы утырки сдохли. Да, они заслуживали смерти. И да, он раз за разом прокручивал в голове, как будет их убивать. Само собой, даже школьнику с двумя уроками общества знания видно, что никакого признания сделано не было. Однако прокурор с 15-летним стажем считает, что дело в шляпе и собирается уходить. Но не тут-то был. Клайд срывает маску запуганной овцы и начинает Ника чмарить и песочить. Дело не в том, что вы знаете, а в том, что сможете доказать. Типа, гляди, зритель, тебя защищают безгромодные дебилы еще тупее, чем ты. Шелтон начинает выдвигать требования, устраивая базар. Кровать, мол, взамен на признание. Разумеется, все его понты до сих пор записываются, наполняя копилочку подтверждения вины. Но это режиссера уже не волнует. Просто примите тот факт, что наш гениальный герой вот прям сейчас вертит на болту систему. А еще заметьте, что Райс категорически против любых сделок, но его таки заставляют их принять. Матрас в обмен на признание в двух убийствах прекрасная сделка, Ник. Далее решается вопрос об освобождении Клайда под залог. Штат просит исключить внесение залога. Но Шелтон снова врубает режим овцы. Я законопослушный гражданин. Мол, улик никаких нет, а значит, если его оставят за решеткой, будет нарушена конституция и применимый закон. И, естественно, ничего крамольного он не говорит. Так и должно быть. Но ведь мы помним, что режиссер за такое. Поэтому Клайд еще и придумывает из головы какое-то изжопное дело, на что законники только кивают. Типа, поглядите на бездарных некомпетентных баранов. После чего судья, причем та же самая, что и 10 лет назад, поскольку, по мнению эльфов, на весь огромный штат может быть только один судья, заявляет. Я согласна с вами, мистер Шелтон. Шелтон только того и ждет. Как это? Вы не дружите с головой? Срывая маску, он начинает иметь судью в особо извращенной форме. Да вы хоть знаете, что такое правосудие? И облюбывать законы. В этом-то и проблема нашего правосудия. Действительно, пришла же каким-то дегенератом в голову презумпция невиновности. Надо ведь так. А что, если бы Клайд действительно был невиновным? Повторяю, судьи не участвуют в преступлении. Они вынуждены выцеплять кусочки правды из того, что попадает в материалы дела. Так и это. Клайду практически не в чем ее винить. Она выполняет свою работу на основании законов, принятых демократическим путем. Почему практически? Да потому, что режиссер никак не смог снова не высраться на правосудие. Нормальный судья знакомится с материалами дела заранее. А значит, та, что в фильме должна быть в курсе того, с кем имеет дело. Повторю, панты Клайда записаны на пленку. Да и фильмы ужасов просто так неизвестным прокурорам на почту не приходят. Накопилось слишком много причин для сомнения. А потому в реальной жизни Шелтон был бы послан на три буквы. В фильме же все происходит ровно наоборот. За решеткой же Клайд снова вторит слабам автора кинца. Правда торжествует. Сик транзит горе мунди. Шизофрения. Ну а поскольку кровать ему дали, Шелтон таки дает признательные показания. Чтобы затем выдвинуть другое требование. Жрачку и музыку взамен на жизнь свинорылого адвоката. Оказывается тот куда-то пропал еще три дня назад. Но всем на него наплевать. Особенно зрителям. Адвокаты ведь известные мрази, да? На этот раз категорически против сделки выступает директор тюрьмы и даже намеренно задерживает доставку жрачки, наплевав на условия Клайда. Ровно в час, Ник. Ну не может же человек связанный с правосудием допереть, что за этим что-то стоит. Поэтому адвокат гибнет. Если бы Шелтону принесли еду вовремя, он был бы жив. Да и хрен с ним. Всем на него плевать. Особенно зрителям. Правосудие должно быть жестоким. Особенно с теми, кто в нем отказывает. Ну а Шелтон тем временем безжалостно убивает сокамерника. Зачем? Да герою срочно нужно в одиночку. А еще наверное потому что все, кто сидит за решеткой заслуживают смерти. А парня ты здесь не завел? Да ну конча. Ну и как же без камня в сторону полицейских, которые спать не могут, только дай им нарушить закон. Тем же вечером Ник с боссом встречаются с Дагом Стемпером из карточного домика. Тут им по секрету сообщает нет, не то, что Кевин Спейси угробил свою карьеру, а то, что Шелтон оказывается мегамозг, который когда-то работал на правительство. Гениальный стратег, способный на немыслимое. Когда спецслужбы не могли кого-то замощить, разумеется, только плохих, звали нашего героя. Он был виртуозом по операциям с минимальным риском. Никто не смог избежать кары демократии, кроме, видимо, Фиделя. И самое умное в этом то, что правительство своему золотому мальчику никак в его проблеме не помогло. Короче, спасения от Клайда нет. Только разве что вы застрелите его прямо в карцере. Напуганные да усорачки прокуроры бегут к единственному в штате судье договариваться, чтобы Шелтона изолировали от всех контактов со внешним миром. Та соглашается, берет телефон и получает пулю в мозг. но мы же помним. Правосудие должно быть жестоким, особенно с теми, кто в нем отказывает. Ведь больше всех в том, что главный пи***ц не понес заслуженного наказания, виноват не автор этого шедевра, превративший всех законников в презренных дегенератов, не Ник, заключивший идиотское соглашение, а именно судья, которая просто выполняет свою работу. А вот после ее смерти, они там в Пенсильвании, конечно, заживут. Вообще сажать уродов будет некому. Но больше всего омерзение, конечно, вызывает отвратительная система, которой режиссер устами своего героя объявляет открытую войну. Я объявил войну испорченной реальности. Я для этого и пришел. Мол, ее надо менять, а потому выпусти меня, виновного по всем статьям, и сними все обвинения. До шести понял. А не то. А не то я начну убивать. Логика. Навалившие полные штаны прокуроры вывозят весь свой коллектив в тюрячку трястись вместе. Ну, поближе к тому ороду полубогу, что грозит всех убить. Тоже, видимо, логика. Но все же заметьте, что, несмотря на страх, Ник идти на сделку твердо отказывается, и, стеснув зубы, ждет рокового срока. Но пока его симпотная помощница, которой до этого было посвящено минут пять от силы, заливается, что ей тридцать пять, она одна, и... Такова наша профессия. Мол, глядите, какая паскудная система, ломает судьбы людей. А вот, если бы блондиночка дома с детьми сидела, тогда да, все было бы зашибись. И самое главное, появился бы повод повопить о заговоре мерзких шовинистических свиней, которые спать не могут, дай только женщинам поменьше заплатить. Для чего это все? Ну, разумеется, чтобы зрителя посильнее прошибло, ибо утром, так и не дождавшись смерти, прокуроры собираются домой, чтобы практически полным составом взлететь на воздух. И вот с этого момента Кенсуменя окончательно потеряла, поскольку руками режиссера Шелтон принимается валить абсолютно невиновных и бешеными темпами плодить несправедливость, против которой он якобы борется. Эта бедная девочка к его делу отношения вообще не имела. У нее есть родители, возможно, братья или сестры. И вот благодаря какому-то уроду они теряют любимого человека, так чем ты лучше той скотины, которую расчленил? Ах, ребенок. Так может блондиночка беременна была, откуда ты знаешь? То же самое и остальные ноунеймы, которые для автора походу просто реквизит. Ну, вроде унитазов. А ведь это прокуроры, то есть люди, которые как раз и ограждают общество от тех, кто может ему навредить. Так сколько таких двенадцатилетних трупиков ты сегодня породил, Клайд? Сколько безутешных отцов обречены теперь рыдать бессильно. Но ни героя, ни главная автора это, разумеется, не волнует. Подобная мысль вообще не помещается в их микроскопических мозгах. гений, мать его. Далее совещание у мэра, которую само собой больше волнует не загубленные души, а... Пресса нас разорвет. Ну ты, а кто в этом фильме еще может быть у власти? Обозленный Рейс едет к Шелтону немножечко его по***ть. Мол, если бы не сделка десять лет назад, то оба урода вышли бы на свободу. Что ты творишь? Они оба могли бы выйти на свободу, как ты этого не понимаешь? Ну, мы уже разобрали, что это на свободу бред придурка, нажравшегося мухоморов. Но Клайд отвечает, что подобной концовкой он был бы доволен. Главное... А я хотел увидеть, как ты выйдешь из зала с высоко поднятой головой. Ага, сейчас, верим. Да ты бы ника первого прирезал вместе со всей его семьей, ибо... Правосудие должно быть жестоким, особенно с теми, кто в нем отказывает. Гадкий коп хочет было пристрелить героя без суда и следствия, но прям как в мечтах режиссера об идеальном обществе. Но Райс ему делает а-та-та, чтобы затем на похоронах блондиночки снова высраться на систему. Система, которую ты пытаешься изменить, изменила тебя. Да-да, каждого выпускника Юрфака прямо разрывает от желания уничтожить все законы, которые он эти долгие годы старательно изучал, особенно Конституцию. Ну а после того, как начальника Ника расстреливают из боевого робота, сидя с пультиком на улице посреди белого дня, мы узнаем, что Райс настолько охренел, что когда десять лет назад вел дело Шелтона, ни разу не знакомился с материалами этого самого дела, поскольку теперь смотрит на них так, будто никогда не видел. Ладно, Глайд, согласен. Тут-то, благодаря покойной блондиночке, мы и познаем всю глубину потрясающего плана гениальнейшего стратега современности. Трепещите! Оказывается, он настолько крут, что знал, в какую тюрьму его посадят, что все будут бегать перед ним на цирлах, а самое главное, что его не перевезут в какое-нибудь Гуантанамо, как особенно запущенный случай. Поэтому Шелтон купил через офшоры недвижимость в упор к тюрячке, ибо такая бывает и ничего странного в этом нет. Ну, а потом вы не поверите. Он прорыл тоннель в тюрьму. Ага, вывез через микроскопическую дырку горы песка, протянул тоннель, отполировал камень, сделал опоры, провел электричество и, мать его, рельсы для вагонетки, провел их фальшпанели и сейфовых дверей. И никто, никто этого не заметил. Более того, все то время, пока Клайт сидел в тюрьме, он еще и одновременно работал уборщиком в здании мэрии. Потому что да, двух подушек под одеялом хватит, чтобы замаскировать его отсутствие. Ведь в тюрьме ни охраны, ни неожиданных облавпроверок нет. Ну и пока Ник с приятелем обнаруживают его логово, сам Шелтон уже закладывает бомбу в администрации. Ведь там заседают люди, похожие на тех людей, что сотни лет назад принимали законы на основании волеизъявления народа. Короче, я ни хрена не понял, но их надо срочно убить. Их это не только мэра, не только правоохранителей, но и пожарных, врачей, учителей, друзей военных и т.д., которые учат, лечат, защищают, обогревают, снабжают, провозят, помогают и т.п. В общем, кайтесь, последние дни настали, система прогнила, мир гибнет, и надо его срочно спасать. Ну и пока этот придурок с ним ой, едет обратно в тюрьму, Райз с копами обнаруживает бомбу. Я думаю, до взрыва где-то полминуты. Клайд все видит, подорвет нас, гарантирую. Полминуты, вы слышали? Так а что же делать? Действительно, что? Ну, разумеется, схватить чемоданчик и притарабанить его в камеру Клайда, причем до того, как туда вернется главный герой, который из мэрии вышел раньше, чем наши придурки бомбу нашли. Самое смешное, что предупредить Ник никого не может, потому что Шелтон это якобы увидит. А вот взрывоопасно из чумодану тянуть никаких проблем. Так и происходит последняя пикировка протагонистов. Ник полностью перевоспитался и заявляет Шелтону, что больше никаких сделок не будет. Тот восклицает. Наконец-то. Мол, если бы ты раньше так сказал, то ничего бы и не случилось. Я только этого и ждал. Ага, как в первый раз, когда Ник говорил нет. Как бы вот так, блин, да никак. Или второй раз, когда упирался начальник тюрьмы. Ваших приказов я не слушаю. Нужно выполнить обещание вовремя. Если бы Шелтону принесли еду вовремя, он был бы жив. И самое главное, в третий раз, когда прокуроры всем составом послали тебя нахуй. Выпустите меня. За что ты всех их и убил? Но нет. Наконец-то. Вас еще не мутит от этого говна? Ну так вот вам добавочка. Клайд сам себя подрывает. Но ни Ник, ни копы не видят в этом ничего плохого. Ведь самоличная казнь из пистолета и подкладывание под шконку бомбы с напалмом это абсолютно, абсолютно разные вещи. А на остальных заключенных и работников тюрьмы вообще насрать. Заканчивается же фильм под песенку «Нам нужна революция». Не нужна тебе революция. Революция была нужна нам в девятьсот семнадцатом году. А ты меняешь автомобили как перчатки, четишься по айфончику и плюешь гнойной харчой в тех, кто не дает утонуть лодке, в которой ты плывешь. Кто-то мне сказал, что Клайд сумасшедший, а потому воспринимать фильм серьезно нельзя. А потом тут же выдал, что система и вправду несовершенна и ее надо менять. На что менять, правда, не пояснил. Давайте на чистоту. Если бы Шелтон был таким психом, каким его пытаются оправдать, то не был бы способен на рациональные решения, а значит весь его план накрылся бы медным тазом, поскольку целиком основан на логике и стратегическом расчете. Если же Шелтон был бы психом способным на рациональные действия, то не было бы этого бреда сивой кобылы. Отец просто бросил нас! Папа спасет нас! Но даже если Клайд и сумасшедший, то точно не сумасшедшие те, кто все это снял и написал. Хотя кто его знает? Моралькинса отвратительно. Презрение к праву и тем, кто его представляет, просто брызжет в лицо. Автор намеренно заставляет их принимать наиболее неправильные решения, которые противоречат закону, профессиональной этике и здравому смыслу. Перевирает нормативно-правовые акты и переставляет местами черное с белым. Юристы и власть, по мнению режиссера, это клуб избранных, которые вроде стоят на страже закона, но если дело касается лично их, готовы наплевать на него с высокой колокольни и для своих нужд и хотелок могут этот самый закон обойти. Коп угрожает пистолетом, самник избивает Клайда и приказывает найти данные по его фирмам нелегальным путем. Помощница блондинка опять же в обход законных процедур находит способ получить информацию. Судья болтает по телефону, хотя другим запрещает, да и мэр тем же миром мазана. И какие законы нам придется обойти, чтобы к завтрашнему дню его здесь не было. А тут приходит типа простой мужик и пользуясь дырами, лазейками, неграмотностью баранов творит как бы то же самое. Но он преступник, а они нет. Вот на чем думали сыграть сценарист и режиссер. И большая часть зрителей это именно так и увидела. Никто не спорит, кто-то мог налажать, кто-то сам по себе мог быть гнилым и все такое. Но ведь положительных представителей власти в фильме нет вообще. Два этих супчика довели сюжет до полного маразма, старательно лепя искупов, судей, тюремщиков, адвокатов, прокуроров и маломальски причастных людей беспросветных подонков. А из маньяка, убивающего вообще невиновных направо и налево, благородного джедая с высокими идеалами. И все с одной целью. Вызвать у зрителя наиболее негативные эмоции, навязать свое эльфийское мировоззрение и привить ненависть к полиции, прокуратуре, адвокатам и суду. И надо сказать, у него прекрасно получилось. Если поползать по различным сайтам и изучить отзывы о кино, то везде реакция примерно одинаковая, вызывая у некоторых нечто близкое к помешательству. От типа интеллигентных панегириков до воплей текстом с кучей восклицательных знаков. Менты, с**ки, так их, п*****сов, что все судьи сдохли. Да, получите, свиньи, вас всех такое ждет гнида. И так далее в том же духе. И что самое чудовищное подобное происходит не только в США, но и по всему миру, включая Россию, где даже правовая система другая. Господа, товарищи, вы в своем уме? Допустим, Клайд поступил справедливо. Но что будет, если так сделают еще десять человек? А сто? Тысяча. Каждый со своими мотивами, средствами и состоянием психики. Что если среди них попадутся негодяи? Кто тогда будет разгребать трупы, наводить порядок, взывать к справедливости? Да, законы несовершенные. Да, их нарушают и ими злоупотребляют. Друг Джейсона попросил разрешения прислать наркоту ему домой. Он согласился работать с правительством. Ты выйдешь, когда тебе исполнится пятьдесят. Фильм основан на реальных событиях. Да, есть коррупция. Да, есть несправедливость. Да, меня тоже часто не устраивает работа правоохранительных органов. Но что случится, если от них избавиться совсем? Рай на земле настанет? Всеобщее счастье и любовь? Ну, если ты так думаешь, тогда ты тупой дегенерат. Благодаря бездарной работе тех, кого ты так ненавидишь, ты наблюдаешь лишь жалкий процент всей той несправедливости, боли и зла, что существует на нашей земле. Если ни законов, ни тех, кто его защищает, не станет, то нас задохнется в хаосе, насилии и беспределе. И это должен понимать каждый, у кого больше одной извилины в голове. Автор же. Ну, похоже, он в юности огреб пенделей от полиции за заблеванную скамейку на остановке и затаил за это на государство лютую злобу. Или может это вообще хроническое? Иными словами, фильм сколько угодно может блистать красивой оберткой и благородными надписями. Начинка у него гнилая. Хорошее же кино о правосудии найти легко. Что чувствует тот, кто включает рубильник? Вы хотите годить мальчишку, невзирая на факты? Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, но и о книгах не забывайте. Напоследок свежие новости о Ютубе. Ситуация с рекламой вроде бы более-менее наладилась. До восточных варваров наконец-то дошел механизм обжалования демонетизации. Тем не менее общую ситуацию с доходами это исправляет мало. Сто баксов превратились в триста, существенную часть которых я отдаю своему бессменному соавтору. Ну а вроде бы, потому что сейчас накатывает третья волна Ютуб апокалипсиса, связанная с Ютуб Китс и очередным демаршем рекламодателей. Гуглите, пока все очень печально, а потому интерес к работе у меня сохраняется лишь благодаря вашему в ней участию. Так что при желании рассмотрите возможность поддержать меня через патреон. Всем моим патронам еще раз огромное спасибо! ПОДПИШИСЬ!